здравствуйте свой видеоролик я начала с того как покажу как расцвела моя орхидея которую я формирую аркой посмотрите она начала расцветать какое получается прекрасное зрелище цветонос продолжает расти я буду его все время подвигать в данный момент 20 точка ножа распустила я напомню те кто не смотрел мы видеоролик это орхидея была сформирована аркой затем она отцвела на этой старых веточках и пустила ответвление от старого цветоноса со спящей почки и это спящая почка я формирую пошла в рост и я ее формирую постепенно арочкой и вот такой красивый результ это было так красиво вот этот защитчик можно снять и нужно уже поворачивать вот этот цветонос вот так смотрите раз и легонечко защипнуть все он теперь будет расти дальше я буду ее поворачивать все время то есть когда цветонос молодой он еще более гибкий и можно его сформировать если он уже стоял долгое время уже не повернется так что нужно в таких случаях не упустить момент и вот так получается красота этот цветочек только открывается это крупная орхидея белая она 10 сантиметров в диаметре когда распускается ну с этой стороны конечно не будет уже цветов почки уже спящие все отцвели в виде уже это такая красота когда все цветы распустятся на арке когда она полностью зацветет я вам тоже покажу у нее чисто белый цвет и на губе немножечко желтого а так когда она долго цветет она аж зеленоватая вот эта часть получается очень красивая орхидейка корневая у нее хорошая щита подниму покажу вот ведь все у нее в норме шейка чистенькая и вот так она себя чувствует я вот любую с ней постоянно а здесь я вот вторую архидеяйку аркой показывала вам как формировать молодой цветоносик все время я его поджимаю поджимаю так повыше вот он начинает пускать ну цветочки набрекают и вот этот момент надо не упустить вот после этого момента нужно уже немного изгиб делать поворачивать аркой я сегодня поеду за такой подставочкой дуга у нас продается арочная вставлю в этот цветочек и буду формировать уже поворот так как они уже напрягли очень хорошо смотрите и вот этот момент надо поворачивать вот как здесь был напрягший цветочек в этом месте начала поворачивать и она получается красиво можно было бы если здесь был цветочек было бы еще красиво неважно очень красиво так но сегодня не об этом будем говорить сегодня немного другом там или а дурочка сегодня поговорим о реанимашках как восстановить тургор орхидеи которая полностью без корней это сакраменто расцвела как красиво смотрите какой закрыт замечательный у меня два сакраменто вот еще одна этот цветок цветет два раза в год и очень красиво цветет ой что у меня пахнет а леодорочка ветер подол и она так запахла хорошо я вам передать не могу как она пахнет если бы я могла передать по камере это вообще замечательно но мне тоже в хорошем состоянии это детка моей леодоры которая была без точки роста и она опустила детку прикорнивую вот я эту детку отсадила и посмотрите моя детка леодоры цветет так приступим к реанимашка меня все спрашивают как чувствует себя реанимашка который я неудачно отделила детку детка смысле не реанимашка она а детка хочу вам показать как она себя чувствует вот посмотрите пустила корешочек этот длинный корешок этот листик немножко вялый но на серединке пускает молодой листик то есть если жить растение хочет она будет жить эту детку я сегодня тоже буду реанимировать немножко сейчас покажу вам орхидейку которая ради нее я снимала видео начала снимать вот орхидейка росла азиатская я вынула ее из мха и она стала полностью мягкая как тряпочка зайчьи ушки так как во мхе ее дел долго держать нельзя все листочки вот вялые даже вот этот средний мягкий мягкий надо было ее сразу переводить на кору но я этого не сделала и посмотрите что случилось корни полностью все сгнили абсолютно корневая шейка начала подгнивать но гниль остановилась я ее на сутки оставила без субстрата для того чтобы посмотреть пойдет гниль или нет гниль остановилась все высохло и сейчас можно приступать к реанимации фундазолом можно не мазать так как мокнущего сейчас вам покажу свой метод реанимации как реанимировать такую орхидейку вялую смотрите нету нового листика нет это я показываю для того чтобы потом через время снять вам видео и показать результаты которые с ней произошли листочки видите какие и так приступим для того чтобы реанимировать такую орхидейку мне нужно будет литр воды и препарат HB101 без этого препарата я обойтись не могу я его очень люблю он мне в многом помогает этот препарат натуральный стимулятор роста еще на него говорят натуральный виталайзер вот написано об этом препарате я сниму видео в следующий раз потому что будет очень длинное видео расскажу вам подробно что и как он такой в бутылочке в бутылочке грамм сколько тут японского производства 6 миллиграмм но его хватает очень намного вот я беру и наливаю это у меня с фильтра ночь постояла вода с фильтра вода ночь постояла открываю стимулятор роста и капаю 3 капельки на литр воды так вообще я беру по одной капельке сегодня возьму 3 так как моя орхидейка полностью вялая как тряпочка ее же надо спасти и погружаю эту орхидейку в раствор на 20 минут полностью вот посмотрите пусть она у меня здесь поплавает и эту детку тоже погружу вот вот а пока вам покажу другие орхидейки я их отложу в сторону тоже реанимашки посмотрим какие у них результаты вот вот посмотрите реанимашка орхидейка это белая с пятнистыми листиками видите какие у нее листочки пятнышками очень красивая мультифлора тоже реанимация из азиатских орхидей вот вот я ее реанимировала на дно поставила керамзит сверху живой мох из лесу и она пускает молодые листочки ей так хорошо вот корешочки есть то есть во второй стаканчике набрала воды ставлю стакан в стакан и поливаю ее сверху сбоку вот так и вот этой части стоит у меня вода в данный момент она испарилась теперь нужно добавить воды чтоб корешочек один который есть у этой орхидейки дотрагивался до водички а поливаю я ее тоже стимулятором просто вот беру воду подвину чуть-чуть беру стимулятор и капаю одну каплю все и таким раствором я поливаю свои реанимашки и они нормально выстаравливают смотрите по краю горшочка мне не обязательно весь ком налить и вот вода дошла покрыла керамзит моя орхидейка почувствует влагу и начнет питать корни если мне нужно слегка намочить корень тогда я просто чуть-чуть так переворачиваю переворачиваю все вот корешочек начал уже менять цвет и пьют слегка и такую орхидейку я больше ничего не делаю ставлю ее в стороночку теперь покажу эту орхидейку которая в прошлом видео я снимала темно-синяя набитая я оставлю ссылку чтобы посмотрели в каком состоянии она была я хотела ей отрезать цветонос а потом не обрезала потому что смотрите что происходит достаю ее с горшочка тоже азиатская орхидейка она начала вот вянуть листики тургер терять все но после того как я ее поставила в стимулятор роста натуральный HB101 у нее произошли изменения она раскуклила свой корешок старый так они начали пропадать в воде она не отходила полностью пустила почечку вот корневую корешок будет дополнительный я хотела ей обрезать цветонос увидела что здесь она пускает то ли детку то ли цветочек не знаю я не обрезала цветонос оставила в таком же состоянии вот такая это орхидейка крепкая я ее тоже сейчас помещу в этот раствор HB101 ненадолго вверх ногами так как она стоит вот в общий горшочек так как она стоит у меня в растворе корешками я ее листиками помещаю так это в сторону надо все реанимировать уже реанимашки раз я взялась это тоже орхидея азиатская у меня сейчас партия азиатских я закупила их сильно полюбила они правда чуточку меньше но очень красиво цветут тоже я ее спасаю хочу посмотреть в каком она состоянии мне нужно было эту тряпочку перевести видите как листики сильно из набитого мха в кору хочу перевести в коре они намного больше лучше себя чувствуют я вам в начале ролика показывала как я формирую арку на цветоносе это тоже азиатская орхидейка сейчас вынимаем из горшочка и посмотрим как результат вот эти какие корни тоже ее надо спасать заново вот это корни никакие орхидейка не может жить с такими корнями веламен стал мягкий снимается полностью ведь вот это все нужно почистить но питание не дает никакого это только называются что это корни это все выбрасывается зачищается шейка и начинается реанимация этой орхидейки если так оставить она постепенно будет гнить гнить и пропадет видите вот этот кусочек корня живой этот я оставлю а эти все срежу шейку зачищу она она была без цветочка только на горшке было написано сейчас покажу вот сортовая видите ну она была полностью забита мхом я ее перевела немножко на такой мог думала она пустит корень корень но она нигде не не пошла вот это надо почистить немного об этой орхидейке я сниму следующее видео потому что будет очень длинный ролик как буду реанимировать ее покажу в следующий раз сегодня только сняла этот веламен так как он полностью не нужен и нам намочу ее в препарате HB101 вот препарат вот так погружу в препарат на полчасика затем переверну и листочками вниз а можно полностью погрузить она поместилась вот в этом препарате я одну капельку капнула и больше не надо она не в таком ужасном состоянии ну в плохом состоянии конечно но бывает и похоже все оставляем ее сейчас вам хочу показать камбри тоже реанимация была у меня камбри я их купила полностью без корней это черная камбрия очень красивая и я их поместила в такую систему живой мох из лесу обмотала всю камбрию на дне пустота и сюда я наливаю водичку мох практически сухой и здесь также вода испарилась сейчас мне надо будет полить эту камбрию бульба высохла полностью молодая бульбочка наросла была только одна вот такая вот бульба я конечно могу купить красивую здоровую орхидею любоваться мне другое у меня я покупаю реанимашек стараюсь их спасти и посмотреть как они будут себя чувствовать и цвести в моих условиях орхидеи у нас в городе достаточно предостаточно можно купить какую хочешь сортовую не сортовую но у меня такое хобби я спасаю реанимашек и смотрю на результаты что с ними дальше будет происходить сейчас я вам покажу как я поливаю своих камбрии сколько им наливаю воды чтобы вы подробно все видели своими глазами у меня сейчас день полива так как испарилась вода я оставляю воду все время в этом горшке я беру препарат HB101 беру стаканчик воды и капаю одну капельку если две капни ничего страшного вреда не нанесет ну лишнее тоже не нужно теперь беру эту водичку беру свою камбрию сейчас неудобно немножко и по краю горшочка наливаю воду чтоб внизу показалась вода все вода показалась больше мне не надо для чего я столько наливаю для того чтобы мох постоянно не был в мокром состоянии если мне нужно намочить свою камбрию чтобы она попила воды я просто переворачиваю стакан вот так прокручиваю и мох напитывается все и этого достаточно и внизу постоянно вода и моя камбрия в таком состоянии пускает новые росточки попробуйте получится у вас уверяю и второе мне пришло время полить так же само по краю горшка наливаю чтоб внизу показалась вода вот вода показалась больше поливать не нужно видите тоже если мне нужно ее намочить переворачиваю мох мочится и камбрия достает своими корешками если они есть в данном случае нет корешков вот молодые бульбочки начали расти вот эта бульбочка выросла молодая росточек бульбочки еще нет она только формируется вот видите как только сформируется бульбочка с вот этих листиков пускает цветонос вот с вот этого пустит цветонос и с вот этого листочка ну у нее корней здесь нет полностью плохие корни я купила ну ничего надо же спасать это растение мы уже выбросили его у меня оно живое растет зелененькое а в следующий раз будем реанимировать вот эту орхидею она называется чаолин покажу вам тоже азиатская видите она тоже без корней листочек свой съела цветонос я не обрезала вот как она начала цвести я вам покажу сейчас вот видите это бабочка очень очень красивая бабочка цвет у нее такой обалденный но ее нужно спасать у меня сейчас заканчивается заряд на телефоне и нет возможности подключиться так что извините я сниму следующее видео для продолжения спасибо за внимание ой сейчас выключится телефон до свидания